Мы в Индии перенимаем у Запада все, что Запад пропагандирует, от одежды до образа жизни. Можете ли вы рассказать об этом подробнее? Встаньте, пожалуйста. Повернитесь немного. Вы продавец обуви? Что это? Рибок? Да. И вы не продавец обуви? Тогда зачем вы это носите? Я спрашиваю. Зачем вы это носите? Почему вы носите на себе название этой обувной компании? Вы в ней работаете продавцом? Нет. Тогда зачем? Затем, что вы видели, как эти футболки носит Усейн Болт или Мэджик Джонсон. Вам необходимо понять. Им платят миллионы долларов, чтобы они носили такие футболки. Вам же никто ничего не заплатил. Зачем вы рекламируете обувь? Наденьте хотя бы футболку Иши. Мы известны тем, что получаем все бесплатно. Лучше бесплатно рекламировать Ишу. Зачем бесплатно рекламировать обувную компанию? Они даже не дали вам ни одной пары обуви. Я отдаю вам свое время и жизнь. Посмотрите на этого парня. Встаньте, пожалуйста. Откуда вы? Из Соединенных Штатов. Он из Соединенных Штатов. Посмотрите, что он носит. Повернитесь и покажите ему. Видите? По крайней мере, он выбрал правильную рекламу. А вы что делаете? Я думаю, стоит заснять их обоих на видео. Стойте, стойте. Пусть все видят, что делает Индия и что делает Америка. Повернитесь. Итак, что вы будете делать дальше? Повесите пару обуви на шее и будете так ходить? Что дальше? Может, вы повесите на себя изделие и будете так расхаживать? Важно использовать то, что дает Земля. Потому что органические материалы оказывают свое влияние на вашу энергетическую систему, на формирование вашей ауры. Важно, чтобы материал, который вы носите, был органическим, а не синтетическим из нейлона или пластика. Кроме того, если вы еще не знаете об этом, в Индии существует более 120 различных видов тканей. От местности к местности, от района к району, в каждом районе существует свой вид тканей с уникальным плетением, которого нет больше нигде. Ни одна другая культура на планете не создала такое огромное разнообразие тканей. Но, как мне однажды сказал один человек, если сделать снимок в любом крупном городе Индии, если сфотографировать людей ниже колен, окажется, что более 60% из них одеты в одежду американских рабочих. Сини джинсы. Все одного цвета. Конечно, там будут и выцветшие, и намеренно порванные, и с дырками, и сильно потертые, но, по сути, это рабочая одежда. В этом нет ничего неправильного. Я не говорю, что это неправильно, но ведь есть и что-то правильное, не так ли? Если что-то не является неправильным, это еще не значит, что оно правильно. Что соответствует погоде, окружающей среде, тракическому климату, в котором вы живете? Какая одежда? Больше всего этому соответствует. Такую одежду вам надо носить. Потому что то, как ваше тело снастраивается с погодой и атмосферой вокруг вас, очень важно. Очень важно привнести определенный уровень легкости и комфорта. Те из вас, кто каждый день носит обтягивающую одежду из синтетики, попробуйте три дня поносить свободную одежду из хлопка и понаблюдайте за ощущениями. Потом решите сами. Но если обувная компания не платит вам, вы хотите сделать на лбу татуировку с надписью «Рибок». Нет. Даже людям, которые спонсируют наши мероприятия, я всегда говорю, разместите рекламу где-нибудь в одном месте. Не надо расставлять ее везде. Да, они платят деньги, потому что хотят что-то продемонстрировать. Но можно расположить это эстетично, в правильном месте, а не на каждом шагу. По крайней мере, я допускаю, чтобы название спонсора выступало для меня фоном. ни за деньги, ни бесплатно. Я не могу понять, почему вы носите эти названия на груди, спине и лице, ходите с названием марки обуви. Я даже не уверен, носите ли вы эту обувь, но вы носите их футболку. Допустим, если вы фанат какого-нибудь спортсмена, например, Тандалкара, то напишите его имя и ходите вот так. Это глупо, но ничего. Я не говорю, что это должен быть индийский спортсмен. Если вам нравится Леонель Месси, то носите футболку с его именем и люди поймут, что с вами что-то не так. Люди поймут, но это ничего. По крайней мере, вы признаете чье-то мастерство. Вы хотите ходить в футболке Усейна Болта без проблем. Даже если вы не можете бегать, как он, вы его фанат. Это ничего. Но с каких это пор вы стали фанатом обуви? Это нелепо. Я не вижу в этом никакого смысла. Если вы фанат бегуна или игрока, футболиста, игрока в крикет, без разницы, откуда он, если вы фанат, если вам нравится этот человек, и вы носите футболку с его именем, то все в порядке. Но зачем вы делаете рекламу обувной компании, табачной компании, одной, другой, я не понимаю. если бы вы получили эту футболку бесплатно, тогда хорошо носите. Но вы ее покупаете. Для меня в этом нет никакого смысла. Я не понимаю. Возможно, я что-то упускаю. Наверное, это шнурки. Итак, что касается одежды, один аспект, это выглядеть эстетично в глазах других людей. Но самое главное, чтобы ваше тело чувствовало себя расслабленно. Нет, нет, я в порядке, все хорошо. Это как раз и нехорошо. Но когда вы такие, это совсем нехорошо. Говорю вам, просто перейдите на натуральное волокно. Закройте глаза и понаблюдайте за ощущениями. Ваше тело расслабится. Вам кажется нормальным пребывать в различной степени стесненности. Вы думаете, что нормально быть беспокойным. Вы думаете, что нормально испытывать зуд и дискомфорт. Я преклоняюсь перед вашим терпением. Я не настолько терпимо отношусь к вещам, которые вызывают дискомфорт. Если только это не ради какой-то цели. Если вы твердо решили продать 10 тысяч пар обуви в этом месяце, вы можете исписать все свое лицо названием компании. В конце концов, вы пытаетесь увеличить продажи. Пытаетесь чего-то достичь. Я не против этого. Но... Что происходит сейчас? Вы чей-то рекламный щит? Вы чья-то доска объявлений? Если вы так этого хотите, говорю вам, хотя бы рекламируйте Ишу. Мы будем размещать вот такой большой логотип. Сейчас мы делаем его маленьким, но если вам так нравится, если вы собираетесь носить обувь у себя на шее и ходить так по улице, нет проблем. Мы откроем тату-салон. И сделаем надпись у вас на лбу. Я люблю Ишу. Если вы в любом случае хотите так делать, зачем мне упускать эту возможность? Я всегда думал, что делать такие вещи неэстетично. Но он может не выйдет. Продолжение следует... Продолжение следует...